Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о теплице. Вообще, стоит ли выращивать там виноград, либо не стоит. Расскажу вам все за и против. Наш участок расположен в Центральной Беларуси. Это Минская область. Расскажу, как у нас все начиналось. Вообще, когда муж заговорил со мной о теплице для виноградов, то я отнеслась к этой идее очень скептически. Однако, постепенно наш виноградник рос. И мы решили, что приблизительно в конце сентября мы уже все съедаем. И чтобы продлить ягодный сезон, решили завести тепличку. Для теплицы мы подбирали сорта более поздние. Средний срок созревания здесь 130-140 дней. То есть, вот для средней полосы такие сорта лучше выращивать в теплице. Хотя их можно выращивать и в открытом грунте. Единственное условие, что это должна быть какая-то южная стена, защищенная от ветра. Чтобы виноград смог нормально набрать всю силу, набрать тепло и дать вам хороший урожай. Вообще, во многих видео я уже вам говорила о том, что вот эти сорта, ну, получается максимально здесь у анюты 140 дней. Так, в среднем 130-140 дней интернет-магазины их продают как средние-ранние. Ну, для какого региона средние-ранние, я не знаю. Ну, для нашей центральной полосы это уже, в общем-то, средние-поздние. Что дают теплица? Ну, конечно, во-первых, она дает тепло. И посмотрите то, что я вам показываю сейчас. Сейчас у нас конец июля. Уже в некоторых видео я показывала. Конечно, будет потом финальный урожай. Вот что здесь делается. А сейчас я вам открою еще одну тайну. Вот это все лозе третий год. Третий. Уже на второй год, в прошлом году, она у нас показывала урожай. Ну, такой, с одной стороны сигнальный, с другой стороны даже не совсем. И сигнальный уже было на что посмотреть. Сейчас развернусь в другую сторону. Там у нас анюта лучезарные веточки. Ну, вот, на самом деле, все постепенно ломится от урожая. И повторюсь, это третий год. Даже вот смотрите, здесь я снимаю через урожай. Вот там у нас розовая дымка, она на второй год дает вот такие результаты. То есть, виноград в теплице при таком более-менее нормальном уходе даст вам очень-очень хороший результат. И это сорта, которые созреют. При этом, вот я вам показала, что здесь может быть, какие грозди. Вот хаджимурат, показывала вам его две недели назад. А он все наливает, ягодой наливает, наливает и наливает. Я уже даже боюсь туда руку прикладывать, потому что, ну, все это очень-очень большое и крупное. Но смотрите, вернемся к разговору о теплице. На самом деле, на большинстве дачных участков теплица так или иначе есть. В ней выращиваются помидорчики, перчики. Почему бы не выращивать там виноград? Вот, ведь помидоры те же в сезон мы всегда сможем купить по доступной цене. Купить хороший виноград даже в сезон хороший, вкусный достаточно сложно. Ну, это факт. Во всяком случае, то есть, я не говорю о Украине, о каких-то таких более южных регионах. Я рассказываю вот про наш регион, про нашу среднюю полосу. То есть, у нас хорошую ягоду купить сложно. Так вот, теплица у большинства есть. Так что найти место, посадить там виноград, на самом деле, сложности не составляет. Но мы понимаем, что, смотрите, у нас теплица. Я вам оставлю ссылку на видео, где муж рассказывает про то, как он ее делал. Мы ее потом удлиняли. У нее очень большая высота. Те, кто ходит с улицы, они не видят, не знают, что внутри. Они говорят, дом для помидоров, царь теплица, потому что она очень большая. Хотя, конечно, виноград можно выращивать и в более низкой теплице. Вполне ему хватит и зелени, и всего. Но надо так, чтобы было удобно, в том числе, и ходить там, и передвигаться. И заметьте, я когда заходила, даже сейчас еще повернусь. То есть, размера нашей теплицы хватает еще и на то, чтобы тут сидели помидорки. Видите, эти помидоры мои тоже. Они все-таки растут в садж теплицы, вот под потолок. То есть, здесь я еще сажу и немножечко помидорчиков, так вот, чтобы было поесть. Пару дынек. Рудынек вот подвязано. Огурчики. Огурчики сажу исключительно в теплице. Но тут по очень маленькому количеству. То есть, при правильном и грамотном размещении, даже в теплице, такой готовой, с поликарбоната, если чуть-чуть вы ее, например, поднимете повыше и правильно все разместите, вы можете растить и виноград, и какие-то другие культуры, которые у вас есть. При этом вы получаете, что хороший качественный урожай, вы не так подвержены влиянию погодных условий, однако есть свои нюансы и минусы. Да, кстати, по каким-то агротехническим обработкам и так далее, тут ничего такого сложного. Шпалерка одноплоскостная, чтобы хорошо проветривалась, и никаких тут сложностей нет. Но, что возникает? То есть, кстати, теплицы ставят не всегда для тепла, и иногда в теплицы садят сорта, которые очень подвержены растрескиванию, чтобы меньше влаги попадало. Ну, еще по разным причинам. То есть, мы ставили для того, чтобы посадить более поздние сорта и получать урожай чуть позже, растянуть себе ягодное удовольствие. При этом, как видите, в теплице виноград дает не просто хороший результат, а очень-очень хороший. Ну, а дальше какие еще есть нюансы? С одной стороны, в теплице наш виноград практически не подвержен грибковым заболеваниям, и химию мы здесь вообще не обрабатываем. Я имею в виду химию от грибковых заболеваний. Все, что здесь, какие обработки. Кстати, помидоры тоже самое. То есть, ничего химически не обрабатывается, я обрабатываю фитоспорин и сыворотка с йодом. Все. Больше, как бы, ничего. И ничего не болеет, ни виноград не болеет. И помидоры в прошлом году у меня, последние помидорки, я сняла 16 октября. Ну, для тех, кто выращивает эту культуру, знают, что в такое время иметь еще зеленые кусты с помидорами, не подверженное заболеваниям, это большая редкость. Но есть другие нюансы. Тепличка, как видите, тут замульчирована. Теплица довольно сухо получается. Потому что виноград здесь не поливается совсем, только подкармливается. А вот в этой грядочке лежит капельный полив. Поэтому теплица получается довольно сухой. Но чем это чревато? На винограде может появляться трипса, а на огурцах у меня появляется, причем каждый год, паустинный клещ. Бороться с которым достаточно сложно, хотя в этом году вроде как побороли препаратом фитоверм. Двукратная обработка обязательно обрабатывать, когда не просто тепло, а жарко при температуре плюс 25. Препарат довольно безопасный для человека, но вот эти мы обрабатываем. Все остальное стараемся избегать, потому что огурчики, помидорчики. И повторюсь, что грибковых заболеваний нет, но возникают другие заболевания. То есть в любом случае какие-то обработки нужны, уже чем и как обрабатывать. Но надо смотреть по ситуации. Здесь, смотрите, лучезарный. Даже ягодка у него мягкая становится. И вот это у нас фавора веточка. Она, как видите, более зеленая. А у лучезарного ягодка становится прозрачной. Повторюсь, сейчас середина июля. То есть в теплицу вы можете садить либо более поздние сорта, либо, в принципе, более ранние для получения еще более раннего урожая. Особенно, если вы живете в каких-то более северных широтах. Ну, повторюсь, что, конечно, не обязательно строить вот такую огромную, как наша. Можно воспользоваться какой-то готовой. Но вы помните, что виноград растет высоко. То есть его надо будет чаще обрезать и следить за ним. То есть мы своему дали пространство для роста. А уже у вас в зависимости от того, сколько места есть. Ну, особенно имея теплицу, получить здесь хорошую вкусную ягоду, почему бы и нет. Но при этом, чтобы еще хотелось сказать, что если вы не планируете сильно ухаживать в теплице за виноградом, то будут просто джунгли. Потому что условия хорошие, культуре нравится этот микроклимат. Она очень хорошо растет. Посмотрите, здесь и пасынков достаточно много, которые регулярно, регулярно обрезаются. И все вот это вот вверх растет. То есть раз в неделю идет обрезка. Поэтому если у вас тепличка поменьше, то, конечно, там загущенность будет выше. Соответственно, там могут уже и грибковые заболевания появиться. Потому что культуре надо и проветривание, и определенный микроклимат. То есть будьте готовы к тому, что придется поухаживаться. Однако цель оправдывает средства. В сезон я вам покажу, расскажу, когда вот эта вот вся красота созреет. Обязательно покажу, что получилось в итоге. Пока что вот это такие предварительные результаты. И повторюсь, это третий год. И вот на третий год мы можем иметь уже вот такой урожай, приложив небольшие усилия. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свое мнение. Подведем, нажав кнопку «Еще мои контакты». В сезон можете обращаться по поводу приобретения черенков и саженцев. И до новых встреч. Пока!